МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как считается, в этот день, 15 декабря 1237 года, началась осада города Рязани войсками Хана-Батыя. 15 декабря 1749 года, по указу импертрицы Елизаветы Петровны, был основан город Ростов-на-Дону. 15 декабря 1907 года родился архитектор Николай Никитин, один из авторов проекта Останкинской телебашни. 15 декабря 1917 года в Севастополе восставшими матросами был расстрелян высший командный состав Черноморского флота. 15 декабря 1970 года советская космическая станция Венера-7 впервые достигла поверхности планеты Венера. 15 декабря 2000 года последний третий энергоблок Чернобыльской АЭС остановлен. Электростанция полностью прекратила работу. 15 декабря 1583 года умер Иван Федоров, русский первопечатник. О ранней жизни Ивана Федорова мы знаем немного. Почти чудо, что благодаря советскому историку Немировскому установлен год рождения московского первопечатника 1510-й. Его семья занималась делом, традиционно считавшимся богоугодным, перепиской книг. Несомненно, что Иван прошел хорошую школу. Наконец он был рукоположен в Адиаконе, в одном из Кривлевских храмов. Там состоялось его историческое знакомство со святым митрополитом Макарием. Очевидно, великий церковный просветитель и доверил своему ближнему это новое дело освоить технологию печати книг. В середине 15 века в Европе появились первые издательства. Пора было и московскому государству обзаводиться своими. Как заметил сам Иван Федоров, дабы впредь святые книги излагались правильно и так возвестил мысль свою преосвященному Макарию, митрополиту всея Руси. Свидетель же, слышав, зело возрадовался и сказал царю, як от Бога извещение принял и дар свыше сошедший. В тупор религиозный вопрос в печати книг был, несомненно, главным. Вот характерная деталь. Иван Грозный попросил датского короля прислать на Русь мастера-печатника, дабы тот поделился своим мудростью. Король отликнулся на призыв, выслал мастера Ганса Миссингейма, да еще написал московскому царю. С такой целью посылаю к тебе, возлюбленный брат, искренно нами любимого слугу и поданного нашего Ганса Миссингейма, из Библии и двумя другими книгами, в коих содержится сущность нашей христианской веры. Если приняты и одобрены будут тобою, возлюбленный брат, митрополитом, патриархами, епископами и прочим духовенством, сие наши предложения и две книга вместе с Библией, то он и слуга наш напечатает нескольких тысяч означенные сочинения. Вот так, как бы между делом предлагалось заодно с печатью книг и перенять у датчан немного религиозной мудрости. Царь Иван помощь Ганса Миссингейма очевидно принял, однако за содержанием первых печатных книг зорко приглядывал сам святой митрополит. Под его редакцией вышла первая книга Ивана Федорова «Апостол». Увы, святитель, не дожил до ее выхода в свет. Спустя некоторое время вышел «Часослов», вторая книга мастера первопечатника. К этому времени относятся уважительные замечания итальянского посла в России Барберини. В прошлом году ввели они у себя печатание, и я сам видел, с какой ловкостью уже печатались книги в Москве. Очевидно, что примерно тогда же Иван Федоров столкнулся с какими-то сложностями в работе. Видимо, всему виной были какие-то придворные интриги. Погрузив часть своего оборудования в подводы, он перебрался в Великое княжество Литовское. Там он нашел приют у известного поборника православия Гетмана Григория Хаткевича. Первым итогом трудов единомышленников стала так называемая «учительная Евангелие». В предисловии сам Гетман отметил, что заставил его обратиться к просветительству. Дефицит книг на русском языке. Оскудеть их книг на многоразличных местах. Но и этот союз оказался не так долг. Гетман был уже стар, энергия его иссякала, и снова тронулся московский первопечатник в путь в город Львов строить новую свою типографию. К этому времени относятся такие его проникновенные строки о духовной миссии. «Не пристало мне в пахании да сеяни семян жизнь свою коротать. Вместо сахи ведь у меня ремесло художественное. Вместо семян житных духовные семена надлежит мне по свету рассеивать и всем раздавать духовную эту пищу». Хотя Иван Федоров Москвитин умер на чужбине в Великом княжестве Литовском, дело его никогда не угасало. Печатное дело, основанное им в Москве, никогда не прекращалось. Живо оно и поныне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова